Здравствуйте! Вы смотрите вечерние факты на Кубань 24. Ближайший час о главных событиях в крае. И вот что покажем сегодня. Люди уже перемещаться будут либо на своем личном транспорте, либо пешком. Домой под присмотром спасателей. Сочинское село осталось без дороги из-за оползня. Люди теперь ждут ремонта и солнечной погоды. Мусор дорожает, дорожает. А качество в уборке лучше не становится. Вот это сегодня основное, что раздражает жителей. Вывести на чистоту. Но Кубани меняют подход к уборке мусора. Кто и как теперь должен наводить порядок, губернатор обсудил с главами районов. Мы рады, что Крым с нами. Это наши друзья, это наша история. Крымская весна на Кубани. Пять лет воссоединения России с Крымом отметили ярмаркой и новым туристическим предложением, в котором полуостров больше не заграница. Мы стараемся, чтобы отдых наших гостей был не только сытным, но еще и интересным. Включают все. В Сочи показали русский all-inclusive. Факты посмотрели лучшие предложения. Мы посвящаем ему, герою нашего времени, Саше Резнику, нашему земляку, погибшему более 20 лет назад. Чтобы учились помнить классная парта с именем героя, технологии нового поколения. Армавирская школа присоединилась к всероссийской акции памяти павших солдат. Сделать из машины аттракцион в Новокубанском районе прошли испытания автомобиля, способного делать кувырок. Итак, единственную дорогу в сочинское село Липники включили в национальную программу ремонта. После укрепления склона в гравийную трассу ждет капитальное переустройство. Уже сутки там работают бригады спасателей и дорожные службы. Они ликвидируют последствия оползня. Грязевой поток сошел днем 17 марта. Несколько сотен людей оказались отрезаны от внешнего мира. Парализована работа общественного транспорта. Еще утром на место ЧП прибыла спецтехника. Организован вывоз грунта. Почва продолжает ползти. Специалисты подсыпают дорогу щебнем, чтобы обеспечить временный проезд транспорта. Однако движение пока разрешено лишь для автомобилей с высокой проходимостью. Полностью дорогу отремонтируют, когда установится солнечная погода и подсохнет грунт, прокомментировали в администрации Сочи. Временный проезд будет обеспечен в ближайшее время. Я думаю, что эти работы будут произведены до конца этой недели. Соответственно, что касается общественного транспорта, то он доходит до оползневого участка. Далее, соответственно, люди уже перемещаться будут либо на своем личном транспорте, либо пешком. Сейчас на месте происшествия помимо дорожников и спасателей дежурят и энергетики. В случае обрыва линии электропередачи специалисты смогут его оперативно устранить. Сочинские власти отметили, что движение грунта началось еще 5 марта. Оползневый процесс спровоцировали дожди и вырубка деревьев на частной территории. Из-за этого склоны лишились естественной защиты и почва пришла в движение. А в Туапсе, пострадавшие от другой природной стихии, готовятся отпраздновать новоселье. Больше 20 семей, чьи дома осенью были разрушены наводнением, получили сертификаты на покупку жилья. Теперь подтопленцам предстоят приятные хлопоты. Найти подходящую квартиру или дом в Туапсинском, Абширонском районах или в Сочи. С оформлением документов бесплатно помогут юристы. А покупку компенсирует государство из расчета 41 тысячи рублей с небольшим за квадратный метр. Новое жилье должно быть не меньше 33 и не больше 80 квадратов в зависимости от количества членов семьи. Хотелось бы сказать спасибо администрации поселения нашего района, края, губернатору, что вы не оставили нас с проблемой один на один, а помогают решать и юридически, и всячески. Спасибо волонтерам. Они пришли, которые вещи у меня пропали, диваны, кресла, в общем полы все они вскрыли и убрали. Это они большую работу сделали. Такие сертификаты уже получили 75 кубанских семей. Документы на выдачу готовы еще для 12. Всего же заявлений на выплаты подали почти 300 пострадавших от подтопления. Их дома признаны аварийными и восстановлению не подлежат. Напомню, в октябре прошлого года из-за сильных дождей вода зашла в 30 населенных пунктов края. В Туапсинском, Абширонском районах, Сочи повредила автомобильные и железные дороги, смыла мосты и нарушила электроснабжение. Ликвидировали последствия наводнения всем краям. В пострадавших муниципалитетах работали сотни волонтеров. Первыми восстановили школы, детские сады и больницы. Культурный подход к мусору. На Кубани сегодня обсудили, как станут вывозить и утилизировать отходы. На новую систему работы должны перейти все субъекты России. На совещании по вопросам обращения с ТКО губернатор края поднял тему деятельности региональных операторов. Компании, которые будут отвечать за сбор мусора. Обсудили и формирование тарифов. Все подробности у Александра Иванченко. Пластик налево, макулатура направо. Наводить порядок в мусоре – основная задача на сортировочном заводе. Отделить одни виды отходов от других очень важно. Ведь это возможность отобрать сырье для его вторичной переработки. Что в свою очередь уменьшит количество мусора, складируемого на полигонах. С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа. Все от сбора до утилизации должно стать по-другому. Сортировочным и перерабатывающим комплексом в этой цепочке отводится одна из ведущих ролей. К примеру, из автомобильных шин получают резиновые гранулы, которые идут потом в производство покрытий для спортивных площадок. Конечно, нельзя допустить такой ситуации, заявил губернатор, чтобы в ходе реформы тариф на обращение СТКО вырос, а реальные изменения люди не заметили. Важно, чтобы стабильности была и раздражения у населения не было от того, что сегодня мусор дорожает, дорожает, а качество в уборке лучше не становится. Вот это сегодня основное, что раздражает жителей, и неважно, города Сочи, города Краснодара, либо другого какого-то муниципального образования края. Вот именно это раздражает. Поэтому соразмерно, еще раз подчеркну, мы должны сегодня добиться того, чтобы платили, да, и может быть индексировано сегодня соразмерно качество уборки мусора. Люди должны понимать, что лучше становится, что мусор не валяется сплошь и рядом. Вениамин Кондратьев просит министра ТЭК и ЖКХ края в этой должности, он чуть больше месяца, внимательно отнестись к формированию тарифов по обращению с коммунальными отходами. Рост должен быть обоснованным и только в рамках нормативов. Никаких повышений под шумок реформы быть не может. Да, оно не пересматривалось, но ничего и не делалось. Поэтому, знаете, вот говорит то, что надо повысить, потому что нужно повысить. А что мы сделали для того, чтобы нужно повысить? Мы думаем, что в этот промежуток времени строили новые полигоны? Нет. Вот если бы Край вкладывал, либо бизнес вкладывал. И вкладывал, а параллельно повышения тарифов не было. А они говорят, ребят, мы же вкладываем. Посмотрите, а тарифы стоят на месте. Но они ничего не вкладывали. Тарифы почему должны были расти? Как объяснить сегодня жителям Край, если тот или иной региональный оператор, который считает экономику, но свою экономику, поднимает в три раза цены? Он поставил какие-то сортировочные или мусоропереводующие заводы. Вот здесь нет соотношения цены и качества. 80% стоимости тарифа зависит от транспортных затрат. Чтобы снизить их, важно продумать оптимальную логистику перевозки мусора, а также увеличить количество полигонов. Чем их больше на территории, тем меньше до них добираться. Сейчас в Край 14 лицензированных мусорных полигонов. Добавить еще 23 полигона. Это те полигоны, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имеют разрешительной документации. Соответственно, эти полигоны, необходимо будет до 2023 года на них получить все те документы, которые требует законодатель. В связи с добавлением 23 еще полигонов, тариф, безусловно, может быть пересмотрен и он будет снижен. В каждом городе, станице и поселке Кубани должно стать чище. Не может быть речи и о несанкционированных свалках. По новому закону собирать, вывозить и утилизировать мусор в Крае должен региональный оператор. Сейчас решаются, будут ли это разные коммерческие компании или отвечать за все станет одно государственное учреждение, привлекая для работы частные структуры. Пусть бизнес будет, но у бизнеса будет своя ниша, своя ниша. А вот за политику, вот за нее отвечает государственный региональный оператор. Один, но еще раз подчеркиваю, он государственный. А непосредственно бизнес, компании мусороуборочные, они могут быть чисто коммерческими, но в рамках стратегии, которую вырабатывает один государственный региональный оператор. Цена образования, уже стратегическое дальнейшее совершенствование мусоропереработки, мусоросборки, мусороутилизации, это уже государство не должно выпустить из своих рук. Совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, селекторное на видеосвязи, главы одновременно всех районов. Принципы работы с ТКО должны быть едиными для каждого населенного пункта, а значит формат регионального оператора очевиден, считают в муниципалитетах. То, что касается по уборке мусора, коллеги, не нужно забывать, вот как вы правильно сказали, это политическо-социальный вопрос. Если мы говорим об экономике, то тогда может быть это предприниматель. А именно то, что касается социально-политического вопроса, то оператор должен быть краевой, то есть единый, краевой. Потому что мы можем наткнуться на такие вопросы социальные, которые экономику подорвут на счет раз, на счет два. Сложно отрицать, что будущее в мусорном вопросе за строительством современных и экологичных перерабатывающих, а также сжигающих заводов. Полигоны с отходами устаревают и часто не отвечают требованиям. Раньше, когда закрывали подобные площадки, их просто бросали. Губернатор поручил разработать программу по рекультивации свалок в регионе. К мусору на всей Кубани должен быть культурный подход. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов. Кубань, 24, Краснодар. Кубань и Крым поделили пальму первенства в туристическом рейтинге. Курорты Черного моря вошли в топ-10 самых недорогих мест для весеннего отдыха. Рейтинг составил один из ведущих российских сайтов бронирования. Бюджетно провести каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края можно по цене до полутора тысяч рублей в сутки. В Анапе туристы в среднем бронируют отель на срок до 12 дней. В Йейске и Туапсе курортники останавливаются только на 6 суток. Также популярностью среди россиян пользуются Джуба и Кабардинка. В Крыму в топ вошли Евпатория, Алубка, Судак. В Ставропольском крае самыми недорогими признаны Кисловодск, Пятигорск и Есентуки. А в Сочи в этом курортном сезоне увеличится число гостиниц, работающих по системе «Все включено». Этот формат отельеры начали внедрять еще в преддверии Зимней Олимпиады в 2014 году. А после каждый сезон число мест, куда можно купить путевки All-Inclusive, становится больше. Растет спрос и на рынке появляются новые игроки. Что входит в российский формат «Все включено» и каковы сегодняшние стандарты качества? Ответы на эти вопросы искала собственный корреспондент фактов Сочи Яна Кулешова. Высокий сезон за горами, но прибрежные отели не пустуют. Мария Замолотова приехала с семьей из Волгограда. На лыжах не катается, в море купаться рано. Планирует насладиться отдыхом в отеле. Чтобы ничего не нарушало покой, купила турпакет «Все включено». Сочи, во-первых, красивый город. Сюда хочется приезжать не только летом, но и зимой. Система «Ультра» «Все включено». Хороша тем, что ты заплатил деньги и уже не переживаешь за то, что твои деточки будут сыты, счастливы, довольны. И взрослые, естественно, тоже. Сытый отдых на Черноморском побережье, согласно статистике, предпочитает треть путешественников. Спрос заметно превышает предложения. В Сочи всего 11 отелей работают по системе All-Inclusive. Однако новые игроки регулярно пополняют туристический рынок. В 2017 году мы приобрели отель в Сочи, который идеально подходит под наш формат вообще, потому что мы ориентируемся на семейный отдых с детьми. Здесь есть и обширная территория, и все условия для того, чтобы развивать инфраструктуру. Кроме того, наш анализ показал, что в Сочи недостаточно предложений по «Все включено». Стандарты для отелей на российском курорте те же, что и за рубежом. Основной акцент на питании. Завтрак, обед, ужин и многочисленные перекусы. Все это включено в турпакет. Постояльцам предоставлен богатый рацион, чтобы было из чего выбрать. Черноморская камбала, кубанская свинина – в меню блюда и напитки исключительно из местных продуктов. Сочинские отели All-Inclusive предпочитают работать с производителями именно Краснодарского края. Так и каждая калория на своем месте, и баланс цена-качество соблюден. Общепитов на территории отелей, как правило, несколько еще больше баров. Для детей отдельное меню и зоны отдыха. Там с малышами поиграют, научат чему-нибудь полезному. Мы подбираем не только профессиональных ательеров или специалистов гостиничного хозяйства, службы департаментов питания. Это должны в штате быть приняты и профессиональные аниматоры, педагоги, спортивные инструкторы. Стоимость путевки входит в развлечения для взрослых, аниматоры на страже настроения гостей. Флэш-моб в лобби-баре перед завтраком – обычное явление. Люди приезжают в Сочи, и, безусловно, им очень важно все то, что происходит в Сочи. Но, тем не менее, в перерыве между экскурсиями многие гости хотят просто отдыхать. А если это межсезонье, за окном льет дождь, без развлечений на территории отеля точно не обойтись. Некоторые менеджеры пошли еще дальше в стремлении организовать досуг своих гостей. Это обеспечивает хорошую загрузку и в низкий сезон. Зимой в прибрежном кластере она составляет в среднем 50%. Конкурировать сложно, но мы нашли выход. Мы в нашу программу «Волинклюзива» добавили, помимо питания и напитков, еще у нас включены обзорные экскурсии, включены прокат велосипедов, бесплатных сапбордов. То есть мы стараемся, чтобы отдых наших гостей был не только сытным, но еще и интересным. Отели предлагают новые услуги, но не отказываются от старых форматов. В Американской низменности одна из гостиниц предлагает отдых как по системе «Ол-инклюзив», так и проживание без дополнительных услуг. Но многие ательеры склоняются к переходу на излюбленную россиянами систему. Они на нее переходят не самостоятельно, а у нас разработаны Министерством по курортам, туризму, олимпийскому наследию Краснодарского края методические рекомендации. Основной критерий, конечно, это питание круглосуточное. Второй критерий – это детская анимация. Если говорить про город Сочи, это, конечно же, возможность пользоваться нашим морем. Стандарты качества профильное министерство разработало в прошлом году. Благодаря этому количество отелей «Ол-инклюзив» увеличилось на 40%. Помимо Сочи, в таком формате работают гостиницы в Анапе, Геленджике и Туапсе. Яна Кулешова, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи. Сегодня вся страна отмечает день воссоединения с Крымским полуостровом. В марте 2014 года по результатам референдума больше 90% пришедших на избирательные участки высказались за то, чтобы стать частью федерации. Но общенародному голосованию предшествовали несколько напряженных недель. С конца февраля на территории полуострова общественный порядок и границы с Украиной охраняли кубанские казаки. Более тысячи служивых в круглосуточном режиме дежурили на улицах городов, около административных зданий, ключевых пунктов связи. Досматривали поезда в Севастополе, Симферополе, Джанкое, проходящие со стороны Украины. А еще следили, чтобы в Крым не проникли диверсанты. Три недели казаки кубанского казачьего войска находились на переднем крае, это конкретно на турецком балу, Чангаре, Перекопе, с оружием в руках, в окопах. Нам дал высокую оценку президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который сказал буквально дословно, что кубанские казаки одними из первых прибыли в Крым. Они действовали дисциплинированно, смело, отважно. Дополнительные силы оставались и на другом берегу Керченского пролива. На Таманском полуострове около еще 6 тысяч казаков-добровольцев готовы были переправиться по первому сигналу. Но референдум прошел мирно, и 18 марта 2014 года Республика Крым официально стала субъектом Российской Федерации. В Крыму годовщину воссоединения с Россией отмечают несколько дней. Референдум провели 16 марта. Еще день потребовался, чтобы подсчитать голоса. И вот уже по итогам 18 числа в московском Кремле и была подписана декларация о вхождении Республики в состав Российской Федерации. Ну а наш край обрел новых соседей. В кубанской столице этот день отпраздновали народными гуляниями. По всем правилам, с угощениями, песнями и фейерверком. Станислав Бондурко о торжестве в Соединившем берега. Праздник хороший. Мы помним эту дату. Мы рады, что Крым с нами. Это наши друзья. Это наша история. Восторг и ликование. На улицы города вышли тысячи людей. Как и пять лет назад они с гордостью произносят «Крым наш». Это часть России. За это любим Крым. Ну а вообще территория, природа замечательная. Да и люди замечательные. Сердцем торжеств встала Пушкинская площадь. Здесь развернулась пышная ярмарка, десятки сортов меда, грибы, черноморская рыба, изделия народных промыслов, фигуры из бронзы, дерева, куклы, ручной работы. Крымские и кубанские товары, конечно, в приоритете, но есть и совсем дальние гости. У нас тут экзотические музыкальные инструменты, самые необычные, самые такие интересные. В основном это специализируются на таких инструментах. Это инструменты северных народов, в том числе северных народов, это Якутия и прочее. Ну и куда же без плотного обеда? Накормили жителей и гостей города прямо на площади. Сытно по-кубански. Борщ есть, есть блины, шаурма, крымские блины, вот все, что вы хотите, можно сделать, чебуреки. После сувениров до угощений впору задуматься и о поездке на полуостров. Узнать обо всех туристических маршрутах Крыма, в том числе и о новом Золотом кольце Боспорского царства, можно было прямо у памятника Пушкину. Лето, осень – это самый популярный сезон. Море чистое, теплое, красивое, природа замечательная. Хотя в марте, в апреле там тоже есть чем заняться, уже становится теплее. Вот сейчас уже 15 градусов, а у нас туристы уже готовы ехать новые маршруты и смотреть. Но это хорошее направление, и благодаря мосту сейчас очень можно легко туда попасть, удобно. Я недавно его для себя открыла. Вы знаете, там интереснее, чем за границей. Я еще не все посмотрела, мы еще обязательно съездим. Театральная площадь собрала на фестиваль поклонников здорового образа жизни. Погонять мяч на месте фонтана, да еще с воротами и судьей – для детей возможность уникальная. Рядом работала велозона. Ее украшением стала выставка старинных и необычных двухколесных коней ручной работы. Все они на ходу. Собирал коллекции, потом кое-какие велосипеды сделал, вот видите, вот деревянные. Они есть такие в мире, но они в коллекциях дорогие, по 10 тысяч евро. А я своими руками сделал. Самый маленький, кстати, Миги рекордов России. К вечеру горожане собрались у главной сцены фестиваля на концерт лучших творческих коллективов края. Его посмотрели несколько тысяч человек. Станислав Бондурко, Михаил Власенко, Кубань, 24, Краснодар. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. На Кубани объявили битву голосов. Любой житель края может стать официальным щитцом тотального диктанта. Организаторы всемирно известного проекта решили выбрать дикламатора из народа. Ну и чтобы принять участие в кастинге, нужно всего лишь заполнить специальную анкету на сайте Краснодарской группы тотального диктанта до 25 марта. И людей с самыми оригинальными заявками попросят записать несколько отрывков из классических произведений. Затем их опубликуют в интернете. И за кого проголосуют пользователи, тот и будет официальным щитцом на одной из городских площадок. В этом году под диктовку напишут текст Павла Басинского, российского писателя, литературного критика и лауреата премий «Антибукер» и «Большая книга». В прошлом году в регионе проверили знания русского языка 1300 человек, а в роли щитцов выступили сотрудники телеканала «Кубань-24». А вот лучшим знатокам немецкого языка подарили обучение в ВУЗе. В Краснодаре наградили победителей Краевой школьной олимпиады. Юные лингвисты получили право совершенствовать свои знания на базе ведущего университета Кубани. Такой приз для учеников подготовил немецкий завод сельхозтехники. Вообще его специалисты не только школьников подстегивают к получению новых знаний, но и студентов. Учащихся техникумов пускают в цеха, где рождаются гиганты полей. Тему продолжит Анастасия Маркова. Это не детские игрушки. Модели уборочной техники смастерили лучшие студенты кубанских колледжей. Каждую деталь они самостоятельно вырезали из металла, обточили и покрасили. Мини-копия комбайна, как условный допуск к настоящей работе в цехах. Здесь под пристальным вниманием наставников, специалистов завода «Класс» студенты погружаются в производство. Многие делают успехи уже в первые дни практики. В этом заслуга моих наставников, кураторов. Они мне все конкретно объясняли и четко, понятно. Если что-то им получалось, я всегда мог спросить. Теорию студенты изучают в колледжах и техникумах. На предприятии же индивидуальная работа с каждым. Такой процесс обучения позволяет быстро и качественно воспитать хороших специалистов. Здесь они оттачивают не только мастерство, но и дисциплину. Я замотивирован на том, чтобы после обучения дуального и в техникуме попасть сюда на завод, дальше работать. Нравится завод, техника лучшая. И хотелось бы попасть на стажировку в Германию. За время практики студенты проходят полный цикл производства сельхозтехники. Это работа с металлом, покраска деталей безвредным порошком, а в заключении – сборка машин. Несмотря на то, что в ней участвуют практиканты, делают они это не хуже профессионалов. Мы получаем с вами высококвалифицированных специалистов, которые могут сразу же занять самые ответственные рабочие места во всем технологическом процессе современного предприятия. И не только в области сельхозмашиностроения, а и в машиностроении в целом региона, а также Российской Федерации. Однако это лишь часть работы специалистов завода с молодым поколением. Своими знаниями профессионалы делятся и со студентами вузов, читают лекции в аудиториях, поддерживают и школьников, изучающих немецкий язык. Без языков как-то пережить в современном мире не получается. И на самом деле знать языки – это хорошая база для дальнейшего образования. Мы тоже видим, что даже современные профессии требуют больше и больше иностранных языков. На базе Кубанского госуниверситета проходит Олимпиада по немецкому языку среди школьников. В этом году в ней приняли участие 140 человек со всего края. Победителям состязания от компании «Класс» вручили призы – сертификаты на бесплатное изучение немецкого на базе вуза, а призерам – доступ к электронной библиотеке компании. Анастасия Маркова, Денис Горбунов, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. Сделать кошельки легче предложил Кубанцам Банк России. Сегодня в крае стартовала акция по обмену металлических рублей на купюры крупного номинала. Такая денежная рокировка необходима, чтобы жители не хранили мелочь дома, а возвращали ее на рынок. В стране выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать денежный оборот. В прошлом году акция по обмену прошла более чем успешно. Только по городу Краснодара было собрано более полутора тысяч мешков с монетой на сумму более 7 миллионов рублей. Весь номинальный ряд Банка России монеты принимается кредитными организациями в кассы. Единственный совет, который я могу дать жителям Кубани – если у вас будет возможность, отсортируйте монету по номиналам, тогда гораздо легче и проще ее будет сдавать кредитной организации. Обменять металлическую наличность на бумажную можно будет включительно до пятницы. Кубанцев с копилками ждут более чем в 100 отделениях пяти разных банков по всему краю. Большой праздник с песнями, танцами и подарками устроила компания ССК «Новоселом». В Краснодаре на улице 40 лет победы недалеко от стадиона и парка Краснодар сдали в эксплуатацию новый жилой комплекс «Флотилия». Ключи от квартир дома комфорт-класса собственникам вручили раньше заявленных сроков. Из панорамных окон верхних этажей открывается прекрасный вид, а во дворе интересная игровая зона для самых маленьких жильцов. Увлекательной здесь будет и детям постарше. Для них установили тренажеры. Основное правило группы компании ССК – это удовлетворение потребностей клиента, потому что клиент к нам приходит с различным объемом потребностей. Самое главное – это его удовлетворение, это комфортная жизнь, свое время получения квадратных метров и правильное и полноценное проживание внутри жилого комплекса. Получили ключи от квартиры раньше, очень рады и спасибо огромной компании, что такую радость приносят людям. 90% квартир уже распродано. Планы у компании грандиозные на этот год. В 2019-м в Краснодаре намерены сдать свыше 150 тысяч квадратных метров жилья. Большая стройка развернулась и на склонах Геленджикских гор. Там появилась эдакая машина времени, которая перенесет туристов в Средневековье. Уникальный инвестиционный проект воплощает в жизнь винодельческое предприятие. Завод, стилизованный под старинный французский замок, откроет двери для гостей уже этим летом. Новую достопримечательность курорта одним из первых увидел Андрей Кныпа. Самая высокая точка города-курорта в окружении моря и хвойных лесов, создающих подходящий для янтарной ягоды микроклимат. Уже 14 лет в этих местах выращивает виноград известное на Кубани предприятие «Шато де Талю». В переводе с французского название означает «замок на склоне». Дизайн, соответствующий средневековый стиль, разработанный европейскими архитекторами с начинкой самого современного оборудования из Франции и Италии. Новый завод будет производить полтора миллиона бутылок вина в год. Сейчас здесь выращивают виноград девяти сортов – пять красных и четыре белых. Мы используем и французские сорта, которые называем международные, как и местные сорта, как сорта красный стоп, которые здесь будут нам позволять производить очень высококачественные вин. На предприятии наладят производство трех категорий вин, защищенного географического указания. Стандарт со сроком производства – восемь месяцев. Премиальные – они будут созревать во французских дубовых бочках до полутора лет. И суперпремиальные – с бутылочной выдержкой. Для последних создан большой погреб, где вина полтора-два года будут совершенствовать вкус и аромат. Площадь завода составляет 14 тысяч квадратных метров. Он, как и виноградники, станет частью маршрутов туристического отдыха Геленджика. Объект войдет в золотое кольцо Боспорского царства. У нас будет три дегустационных зала. У нас будет ресторан, у нас будет магазин, у нас будут возможности посещения, как туристами групповые посещения, экскурсионные туры непосредственно по самому заводу с дегустациями и без таковых. Так и отдельно любой человек, любая семья могут к нам отдельно приехать и провести здесь время, отдохнуть. Приятно попробовать настоящие качественные вины. На строительство ушло около двух лет и сейчас замок уже почти завершен. Планируется, что ресторанно-дегустационный комплекс с парком откроет двери для гостей в июне следующего года. А уже в этом августе начнется переработка своего винограда. Винограда региона Кубани – производство вина. Как отмечает руководство предприятия, главное сокровище для них – это местная природа. Поэтому особое внимание уделили экологии. На заводе – современное очистное оборудование. В городской коллектор вода с производства будет поступать уже полностью очищенной. Кроме того, новый инвестиционный проект даст еще более ста рабочих мест. И по прогнозам аналитиков туриндустрии, уже через несколько лет станет одной из самых посещаемых виноделин Кубани. Андрей Кныпа, Вероника Веретенникова и Сергей Целиков, Кубань-24, Геленджик. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Имя героя чеченской кампании на школьной парте «Армавир» присоединился ко всероссийской акции памяти знаменитых солдат. Она заключается в том, что классам в общеобразовательных школах присваивают имя земляка, который проявил невероятное мужество в военных конфликтах. Парту ученики украшают биографией бойца. Причем всю информацию ищут сами в архивах и общаясь с родственниками солдат. Вот почему за героической партой разрешено пользоваться мобильными телефонами и как парта влияет на успеваемость, расскажет Юлия Кишинева. Честь сидеть за этой партой выпадает только лучшим ученикам класса. У стола теперь есть имя. Он назван в память выпускника 10-й школы «Армавира» Александра Резника. Наш сегодняшний классный час мы посвящаем ему, герою нашего времени, Саше Резнику, нашему земляку, погибшему более 20 лет назад на Чеченской войне. Парта героя появилась в этой школе в рамках всероссийской акции. По условиям имя выдающегося жителя города может носить один из классов, а ученический стол украшают биографией и фото. Информацию подготовили дети не без помощи педагогов. На открытии пригласили родителей погибшего солдата. Именно они перерезали красную ленту. Я благодарен организаторам, участникам и присутствующим за память. Она нужна и нам, и ему. Во время всей церемонии открытия мама Александра Резника не могла сдержать слез. Очень тяжело, конечно, что это все организовали, но с другой стороны, все-таки память, она остается. И сейчас и сын наш, я думаю, что он с нами, он видит, как мы все помним о нем. И столько услышали слов хороших. Танкист Александр Резник погиб в новогоднюю ночь 1995 года во время штурма президентского дворца в Грозном. Боевую машину Александра подожгли. Как командир он эвакуировал экипаж и сам последним покинул горящий танк. Но был в упор расстрелян из автомата. Посмертно Александр Резник награжден Орденом Мужества. На самой парте размещена только краткая информация о жизни героя. Это его фотография, фамилия, имя, несколько слов о подвигах. А вот узнать более подробную историю жизни сержанта, награжденного Орденом Мужества, можно с помощью специального QR-кода. Это может сделать любой школьник достаточно просто воспользоваться обычным смартфоном. Интерес к парте героя огромный. Все школьники по очереди вооружаются телефонами и переходят по ссылке. На это и рассчитана акция. С помощью современных технологий привлечь детей к изучению истории страны. Это для современной молодежи, чтобы они больше интересовались. Ведь нынешняя молодежь, она вся сидит в интернете. И так более удобно им доставлять информацию про наших героев. Во всех школах Армавира есть подобные парты героев, но тех, которые оснащены QR-кодом, всего восемь. Кстати, они могут носить имена участников боевых действий в Чечне, Афганистане, фронтовиков Великой Отечественной войны. Только в этой школе уже открыли две парты героев. Одна в 10-м, а другая в 9-м А-классе. Там выбор пал на дедушку одного из ученика, Ветрова Ивана, участника Великой Отечественной войны. Ветрова Виктора Митрофановича, летчик. 28 лет, ему было присвоено имя Героя Советского Союза. Парты героев сделаны не только для красоты и гордости. В повседневной учебной жизни за ними сидят школьники. Кому именно выпадает честь, решают на классном собрании примерно раз в месяц. Причем это не только отличники. Парта выдающихся выпускников помогают заинтересовать учебой и отстающих. Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Кубань, 24, Армавир. В Ленинградском районе, в детском саду, начались необычные уроки безопасности. Правилом дорожного движения малышей учит их же сверстник, шестилетний Назар Василенко. Маленький преподаватель, прежде чем выходить с лекциями к детям, сам с головой окунулся в предмет. Вместе с мамой он отправился в автошколу. Изучив все знаки, многообразие дорожной разметки, Назар решил разработать собственный курс ПДД. И начал с истории. Далее юный инспектор рассказал, что единые правила оформления дорожных знаков были приняты в 1919 году на Женевской конвенции. И даже предложил свою систему их запоминания. Важное место в лекции Назара отведено свето-возвращающим элементом. Такие нашивки и наклейки позволяют водителю увидеть пешехода с расстояния более 300 метров. Это снижает риск аварии. Детям маленький педагог раздал после полезные сувениры, сделанные, конечно, вместе с мамой. А на свою семью ребенок уже смог повлиять. Я теперь правила не нарушаю. Не могу. Мне стыдно перед сыном. У нас пристегиваются все знакомые. Это идет на пользу. Он видит, что это работает. Что действительно ребенок может поменять мышление взрослого человека. Потому что папа очень у нас сильный ответственный. Как многие папы думают, что им можно и без ремня. Теперь ни папа, ни наши знакомые не ездят непристегнутые. Для закрепления полученных знаний дети инсценировали реальные дорожные движения с машинами и пешеходами. Регулировал потоки юный инспектор Назар. Со своим проектом исследователь уже победил на районном и в краевом конкурсах. А на всероссийском занял третье место. Правила дорожного движения каскадером не писаны. Правда, в главном своде автомобилистов нет ни одного пункта, который бы запрещал специально переворачивать машину вверх дном. Но вот в Наукубанском районе прошли испытания необычного вседорожника. Конструкторы театра каскадеров приварили к советской Ниве две металлические дуги и прокатились по улицам города. Аттракцион не иначе. Скоро вот такую машину продемонстрируют и другим зрителям. Летом каскадеры гастролируют со своим шоу по России и сейчас как раз готовятся к новой постановке. Кроме Нивы в арсенале трюкачей другие автомобили-трансформеры, которые также разработали кубанские конструкторы. Продолжение следует... Продолжение следует...